доброе утро дорогие друзья сегодня уже 15 августа вторник я попиваю кофеек время без 15 7 проснулась я где-то час назад решила включиться показаться вам лицом в этом сюжете ну и сейчас выйдем на улицу покажу я чем я вчера занималась добрый день дорогие друзья решила включиться показать сюжет может быть таких сюжетов но собираю и получится видео покажу чем я сегодня занимаюсь и какой урожай у меня созрел вот такие громаднейшие помидоры розовые не конечно не красивая но они очень-очень вкусные вот в этом помидоре давайте сейчас взвесим кося почти 700 грамм представляете помидорчик 700 грамм обалдеть 200 здесь у меня уже готовы файку положила помидорчики любимые помидорчики в этом году я закрываю вот то что ну вот просто уходит на ура это помидоры с луком чеснок и чесноком вот там на дне по плавает чеснок здесь нет ни укропа ни петрушки ничего только укропа этот чеснок лук перец горошек лавровый лист и острый перец ну тоже по желанию все помидоры называется пальчики оближешь я скину ссылку их много разных рецептов в том году я закрывала похожий рецепт только с петрушкой и мне не понравилось если честно потом вот выбирать эту петрушку когда кушаешь в общем нашла вот такой очень простой рецепт закрыла здесь сколько у меня 6 полутора литровых банок и две баночки еще стоят стерилизуются вот они эти баночки вот это вот жир плавает видимо в общем первого так скажем замеса выплеснулась масло здесь еще ложка масла вот в этой баночке в общем попробуйте найдете в интернете пальчики оближут там их много-много но а именно этот рецепт я оставлю а здесь у меня крутится томатный сок в том году лёшик мне купил вот такую соковыжималку называется она струмок если в переводе с украинского это ручеек по моему так ручей в общем красота здесь чистый томатный сок вот жмых выходит вот сюда я потом его еще раз перекручиваю с него еще много-много сока в общем а вот эти помидорчики мне надо все переработать сегодня кстати медовый спас с чем я вас всех поздравляю мне уже здесь порекомендовали где можно купить хороший качественный мед лёшик приедет мы сходим здесь по соседству но я любуюсь из окошко проделанной работой в общем начинает вырисовываться красота и порядочек друзья я не знаю как вы а я томатный сок сахарю и солю он тогда очень-очень вкусный уксус не кладу прям сахара больше чем соли сейчас кипнет я сон уже положила попробую и буду там регулировать добавлять или нет а здесь у меня два ведра огурцов прошлом видео я вам рассказывала вот уже устала я закрывать их банки вот солю очень классится они у меня здесь дня три ты вчера только их он начинает уже играть бульбашки пошли васяться бедрах потом я их промываю и уже вот этот хрен листья хрена укроп все что там было это я выбрасываю отрезаю жопки у них укладываю в банке заливаю этим же рассолом кипячу его и добавляю горчицу в рассол в прошлом в прошлом а как-то в видео я вам показывала и естественно ошиблась одну банку наверно выкину пересоленные на ли на литр воды две столовые ложки с небольшой горкой я кладу соли ну а горчицы там на глаз кладу не знаю на трехлитровую банку кладу где-то две ложки если полутора литровую одну ложку порошка но в общем как-то так очень нравится мне эти огурчики с горчицей без уксуса без сахара это вот купила в ушу рыбинку уже вам сколько съела короче сегодня в праздник медовый спас занимаюсь консервации банки кстати стерилизую я в духовке очень очень удобно вот так вот в холодную духовку ставлю их горлышком вниз включаем на 100 градусов режим только вниз у меня включен в принципе можно и гриль было включить двойной режим ну хватает и вот тут они у меня выжариваются красота а здесь вот достала из большого розового помидора семечки на следующий год опять буду сажать такие помидоры но хочу еще каких-то новеньких сортов попробовать но от розовых не буду отказываться муж очень небольшие мясистые вкусные носок на какие-то соусы в общем на салат они мне кажется вкуснее помидора нет ну что друзья вот результат сегодняшней моей работы 8 полутора литровых баночек помидорчики с луком или рецепт называется пальчики оближешь и 5 полутора литровых баночек чистого домашнего самовыращенного томатного сока он как я загнула имеется ввиду конечно помидоры выращенные без химии в общем зимой будет чем себя порадовать кричат петухи я хочу сказать на улице уже так чувствуется что близится осень в общем прохладненько и меня это радует хорошо будет работать возможно я сегодня уже начну выкладывать плиточку вчера я навела порядочек за двором перетащила остатки песка вот сюда да сейчас здесь некрасиво с этой кучи ну ничего не поделаешь оставлять песок на улице было нельзя потому что я уже три раза друзья ходила в администрацию продлевала разрешение на хранение стройматериалов на улице и возможно этот песок уже нам не понадобится это скорее всего так он кузян кузян вот поэтому у меня разрешение до 2 августа здесь осталось буквально две недельки ну и думаю какая разница вот бежит бежит ко мне бежит думаю надо надо убрать ну пойдем я тебе пакетик дам пойдем он привык соседи уезжали у нас буквально там на недельку на море и просили чтобы я подкармливала их животных он по моему не хочет кушать он облизывается его его покормили это он просто пришел меня поприветствовать вот я ходила кормить у них еще есть второй котик вон он сейчас его не увидите вот там крыша красная вот там не знаю приближе вон он черное пятнышко это басик вот они привыкли что я их подкармливала поэтому уже подходят ко мне не боятся как же хорошо вот эта жара спала и прям приятненько так такая приятная прохлада в общем вчера я здесь вечером помните там трава была все неровная козичка кузянчик и мой сладкий котик пришел что у меня поприветствую какой он пушистый его накупали это вот тот которого один глаз голубой а а второй зеленый ах ты кузян ой красавец ты красавец басик тут так меня не подпускает а этот более такой общительный коммуникабельный ой ты мой сладкий котик сладкий котик да котик который шашлык чувствует за версту настя говорит у него там три желудка он не голодный но все равно все равно ходит просит ну конечно конечно там же вкуснее а вдруг что повкуснее дадут ну ты мой сладкий красивый такой прям вот гладишь и он такой чистенький ой 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 да 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 обязательно в пылюки поваляться да кузя вот так что я вчера здесь что ну что что еще погладить да еще погладить а ты уже грязный вон весь не хочу весь в пылюки посмотри что ты с собой сделал то был такой чистый кот а вот они любят поваляться в пылюки вот здесь немножко мне нужно вот машина заезжала притоптала землю здесь лежал щебень как вы понимаете ну вот лёша приедет мы вот это вот все скорее всего пройдем культиватором и засеем газонной травкой чтобы вот такой бурьян здесь у нас не рос здесь чего только не было ну вот остатки потом триммером пройдусь вот посмотрите как сейчас уже вырисовываются порядочек уже нет этих бугров место там где был песок заровнялась потому что вот здесь я высыпала кучи землю и потом этой землей зарылась песочная вот это вот яма вчера я по выбирала все камушки камушки все по вывозила траву вывезла ну в общем вот так вот уже уже так скажем более менее начинает вырисовываться порядочек красота так тихо такая тишина прям иногда петухи кричат по утрам всегда так тихо как же хорошо солнышко светит на следующий год еще поменяем крышу и будет вообще домик по-другому смотреться с крышей новой вот да он не голодным умывается покушал его покормили вот так вот смотрится сейчас наша площадка теперь здесь зимой не будет грязи можно будет снежок расчищать да и машину поесть где поставить хочешь на улице хочешь нужно заехать вот сюда поставить ну да куча это немножко портит вид но что делать друзья песок нынче дорогой а там у меня получилось семь или десять тачек я уж не помню ну вот маленькая кучка а вдруг мне этой кучки да и хватит чтобы вот там засыпать вот там площадку когда грунт вы ему чтобы не покупать песок дорого все друзья доставка 1200 сколько бы ты не заказал тонны песка 700 800 рублей в зависимости какой там речной как-то обычный как-то они отличаются в общем дорого все поэтому пусть некрасиво но потом это все уберется и будет все хорошо вот смотрю на далекоз очень красивая стена но он у меня почему-то мне кажется и не зацветет я не знаю почему может быть ему здесь темно но хотя здесь солнце до полдня сейчас она развернется вот оттуда и будет здесь до полдня вот вот эти доски еще ну в общем не буду рассказывать откуда ну в общем надо их мне попилить есть электрическая пила и шашлык потом на них пожарить вот здесь мне еще надо вот это все поубирать где сушился лучок все лук высох хорошо с другой стороны думаю пусть лежат меньше травы будет расти не буду убирать вот уже здесь было вот чистенько видите уже травка пошла но здесь газонную сеять я не буду потому что здесь будут расти цветы хотя вы знаете я вот смотрю такие каналы про дачу про огород про цветы я как-то видела что клумбы у людей и газонная трава и точечно видимо там земелька там растут цветочки тоже очень красиво смотрится да и забот меньше то есть может быть засадить цветы а потом там где пустота засеять и травкой наверное так и сделаю моня моня сетку мою дерет моня сетку дерет стоит гель там порошок чтобы это нельзя драть нельзя драть закрой окно до купила гель порошок в этом концентрированный в светофоре не нравится мне как-то мало пенится да он густой концентрат но больше покупать не буду вот еще раз покажу столик собственного производства вроде того тонны под дождем стоял вроде бы то все нормально нигде ничего не вздыхилось нормально на зиму столешницу снимем здесь она легко снимается и в сарае легко хранить стулья в дом пойдут а вот лежак разбирать не будем прям вот так вот его и поставим сарай вот вместе с этим тоже самодельным столом коробом может быть что-то и в него положу в этот короб как место для хранения в общем немножко вам сняла сюжета вы мне там писали что вам не нравится шум когда ветер на улице что нужно что-то с этим делать друзья у меня нет возможности купить хорошую камеру которая будет подавлять излишние шумы которые будут хорошие цветопередачи четкости и так далее будет у меня такая возможность я конечно же поменяю телефон которым я снимаю и куплю себе дорогую камеру вот она поверьте стоит недешево и сейчас у нас все деньги идут в ремонт в обустройство и так далее поэтому уж простите меня но как получается у меня снимать с этими шумами я с этим ничего не могу поделать вот я понимаю что это конечно неприятно смотреть слушать ну что я вам могу сказать ну либо смотрите либо не смотрите либо ждите когда я куплю хорошую камеру и буду снимать тогда для вас более качественное видео на хорошую камеру но пока пока вот так вот этот водосток который соседи наши добрые соседи в кавычках вывели нам сюда двор причем как с одной стороны так и с другой с одной стороны вот с той стороны я заставила их развернуть водостоковых сторону в этом уже видели это они сделали а вот здесь тоже будем разговаривать на эту тему в общем как вы поняли есть разные соседи и вот эти соседи из красивого дома не буду продолжать дальше вы там не писали по поводу души и дома и кошки кто в курсе тот знает вот вот этот водосток тоже они уберут я так думаю что они уберут иначе если не уберут на просто откручу вот эту конструкцию и заблокирую выход воды это вода будет лишь конечно потом вот там через край из этих корыт ну и будет соответственно лица ну я думаю что вопрос решится нормально образом я думаю что водосток они развернут себе во двор вообще конечно я просто поражаюсь являюсь как так можно было вот поступить по соседски да как это называется это по соседски как вы считаете вот это вот вот и я как-нибудь подробнее расскажу вообще об этом скандале я не хотела об этом рассказывать очень не хотела я думала что люди все-таки благоразумятся и поймут что так делать нельзя и скоро упадет кстати вот этот забор видите это даже не за это они отсыпались видите что на метр уровень поднят там растут деревья кстати тоже деревья растут не по правилам там никакой выдержки нет от забора вот минимальная выдержка полтора метра забора это минимальная зависимости от размера дерева и до 4 6 метров если дерево большое вот эти деревья конечно же разрушают вот этот вот эту насыпь которую они сделали если вот так посмотреть вы видите что забор скоро здесь упадет он уже накренился и как это будет потом решаться пока об этом не будем говорить но это вот слову соседи бывают разные дом который стоит у нас во дворе она не наши колышки вы видите расстояние от дома и до нашего забора никакого 0 красная линия вот но хочу рассказать что он не обошлось без полиции и об этом я расскажу позже я назову фамилии этих хороших соседей в кавычках и расскажу вообще чем закончится дело потому что дело еще не закончилось я вчера была опять в отделении и очень хочется знать уже результат о котором я потом вам конечно расскажу а ванну мы эту будем убирать поскольку здесь тоже будет зона отдыха здесь будет двор она нам здесь не нужно и естественно не нужно вот это соседская вода которую они благополучно вывели во двор как вы понимаете что видеокамеры стоят здесь не просто так и откуда дует ветер я вчера вам рассказала о соседях которые в основном меня окружают и что их хороших людей так скажем хороших соседи которые помогают и словом и делом с которыми я очень хороших взаимоотношениях я и лёшек и теперь вот рассказываю о другой стороне медали что бывают и другие соседи вот но все по порядку расскажу позже когда повторюсь будет результат из полиции расскажу чем закончится это дело но пока я закончу это видео я вам всем желаю хорошего настроения вдохновения хороших закруток консервации в зиму радуйте себя радуйтесь жизни я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока